Сегодня в первый раз ко мне в студию, в студию Дождя в Амстердаме, в мою программу пришел гость Нагайм, живой гость, да? И это большое событие, как мне кажется, тем более с учетом того, что это за гость. У меня в гостях сегодня Маша Гессен, известный журналист, журналист, репортер журнала New Yorker и автор, может быть, самый известный, по крайней мере, если говорить про 21 век, книги про природу российской тирании, книги, которая вышла на Западе, у меня в гостях. Маша, приветствую. Добрый день. Я очень рад, что действительно вот такой дебют у нас и в этой студии. Наконец мы с кем-то разговариваем глаза в глаза, и этот человек вы. У меня большая честь быть первым гостем. Вот, так что добро пожаловать, и это очень такое, сейчас мало приятных событий, это одно из них. Мы все время наблюдаем за этой войной, мы все время про нее пишем, про нее все время говорим, мы в ней как бы живем, и такая особенность у человека, что он ко всему привыкает. Это просто неизбежное такое свойство человеческого существа, и я тоже наверняка к ней привык. Вот каждый день уже там с апреля, это продолжается каждую неделю. Все-таки вы на это смотрите несколько со стороны, хотя бы потому, что вы, ну, в этом смысле, скорее представитель западной журналистики, да, американской в данном случае. Америка — это вообще немного другая планета. Это всегда издалека взгляд, что бы там ни делал интернет, интернет и так далее. Мой первый вопрос в этом смысле такой. Вы были в Украине, писали оттуда, и вообще все равно все, что вы пишете, связано так или иначе с тем, что сейчас происходит. Но что вас вообще удивило вот за эти 9 месяцев уже, что идет война? Что меня удивило именно в том, как западная журналистка? Нет, 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 нет. Вообще, вот когда речь идет про эту войну, или в самой Украине, или в том, как эта война развивается вообще в принципе, или в том, как про нее разговаривают. Но что-то, что, чего вы не ожидали. Ну, смотрите, там несколько, наверное, вещей. Во-первых, вы совершенно верно говорите, что у меня какое-то странное, да, то есть у меня все время ощущение, что я живу какими-то двумя жизнями, да, в одной жизни мир разрушился, все изменилось, невозможно думать ни о чем другом. А с другой стороны, в отличие от людей, которые живут в Европе, когда я выхожу на улицу, я нигде не вижу, ну, почти нигде не вижу напоминания о том, что происходит у меня в голове. И это какая-то... В Европе? Нет, именно не в Европе. А не в Европе, да, в Европе-то это видно. Да, в Европе это заметно, вот это всякий раз, когда я сюда прилетаю, даже в Западную Европу, я понимаю, что вот, это континент, на котором идет война. Да, это видно. А в Америке, в общем, ну, там, я не знаю, я когда вот еду там в университет, в котором я преподаю, то периодически я вижу какой-то дом, перед которым выставлен украинский флаг. Но так вот, вот, когда там, я не знаю, или когда я встречаю людей там на каком-нибудь, на каком-нибудь социальном мероприятии, светском мероприятии, да, с 50% вероятность, они мне зададут вопрос об Украине, а с 50% вероятность, это будет что-то совсем вообще отвлеченное, и можно будет забыть о том, что это происходит. Но при этом первые несколько месяцев войны было ощущение, что американским медиа вообще больше ничто не интересно. И это, конечно, специфика войны, которая, ну, войны, в которой участвует Россия, войны, в которой со всех сторон белые люди, войны, которая идет на европейском континенте. Насколько я знаю, Нью-Йорк-Наймс поставил рекорд по количеству дней подряд, когда был этот шестиколоночный заголовок, то есть по всей первой полосе идет большой заголовок, это вот заголовок на одну тему, вот вообще шестиколоночный заголовок, это как бы исключение. А там было, по-моему, три месяца. Был шестиколоночный заголовок о войне в Украине, но потом перестал быть. Ну и я по себе могу сказать, что, конечно, американские газеты, в первую очередь Нью-Йорк Таймс, Вашингтон-Пост, Нью-Йорк, в том числе и другие, потому что Нью-Йорк раз в неделю выходят, стали за это время одними из главных поставщиков информации про то, что происходит. Это просто объективный факт. Да, и нет такого, в общем, другого конфликта в мире, к которому такое медийное внимание. И тем не менее, потом случились американские выборы, и, в общем, я просто чувствую, насколько реже мне кто-то там звонит, чтобы что-то такое спросить про Украину. Вот, это в том, что касается медийных каких-то, ну, вот ощущения того, что изменился мир, в котором мы живем. Но главное, конечно, наверное, что меня удивило, это все-таки украинское контрнаступление, которое хоть и предсказывали, но все равно, да, смотреть на это как-то... Как поменялась ситуация на фронте вдруг. Ну да, да. И то, что украинцы освобождают города, это... А из своих еще журналистских наблюдений? Ну, вот я, например, так и не могу... Вот я абсолютно для меня, просто как пример, для меня совершенно неожиданным стало то, как, судя по тому, что мы знаем, мы все равно, это отрывочные сведения, все равно хочется большей достоверности, но то, что мы знаем про то, как российское общество принимает мобилизацию, оно ее принимает. И это для меня стало некоторым потрясением. Я этого, например, лично не ожидал. Я, ну, когда война постучится в каждый дом, в каждой двери, картина изменится. Она, там, действительно изменилась, все равно это огромный стресс, но суть заключается в том, что мобилизацию приняли, по крайней мере, в том объеме, в каком она произошла на данный момент. Просто из примеров того, какие потрясения там возможны. Вот что-нибудь из такого. Честно говоря, меня вот это совсем не удивило. Ну, потому что... Трудно не спутать свои собственные внутренние ожидания, как бы с какими-то логическими ожиданиями, которые основаны действительно на том, как устроено российское общество. Российское общество устроено так, что любой отдельно взятой семье и любому отдельно взятому человеку невероятно тяжело, хоть внутренне, хоть внешне, противиться нажиму режима. И это, мне кажется, что вообще это то, о чем мы недостаточно говорим, о том, насколько высокая душевная стоимость, внутренняя стоимость, внутренняя цена, точнее, которую человек платит за сопротивление, за неприятие того, что у него вдалбливает телевизор, школа, работа. Ну, вот этот вот весь огромный тоталитарный фон, ему почти невозможно внутренне противиться. И мы про это на самом деле все понимаем. Мы про это все понимаем советского времени. Вы про это написали книгу. Например. Но не только я. Про то вообще, как устроен тоталитарный конформизм, про то, как тоталитаризм лишает человека возможности формировать собственное мнение, не потому, что цена вот этого мнения становится невероятно высокой. Не только потому, что не хватает информации, не только потому, что... Ну, не только из-за пропаганды, а именно из-за того, что давление режима настолько велико, что, ну, невозможно. И вот если там подумать про 70-е годы прошлого столетия, то ведь становится понятно, что была почти ничтожна малая группа людей, для которых цена конформизма была выше, чем цена сопротивления. Им было настолько морально противно подчиняться вот этому давлению, что легче было стать диссидентами. Но если вот подумать об этой внутренней цене, мне кажется, что ничего удивительного нет в том, какое это небольшое меньшинство. Если говорить про этот тоталитарный бэкграунд, который вот в истории России, мощная вот эта вечная мерзлота, на которой мы все стоим, то, глядя оттуда, из-за этой мерзлоты, в сегодняшний день, насколько эта война была неизбежна? Я очень не люблю этот способ написания истории, когда то, что произошло, становится неизбежным в ретроспективе. Я считаю, что нет ничего неизбежного. Тем не менее, она, конечно, закономерна. Она, конечно, закономерна, потому что тоталитаризм – это имперская идеология, и тоталитаризм требует мобилизации общества. Тоталитаризм требует какой-то большой программы, большой цели и большой цены. Тоталитаризм требует большого врага. Он всего вот этого требует. И поэтому мне уже в 2014 году было понятно, что война с Украиной будет большой. Вот когда она будет, и как именно будет эта большая война? Болгардировки Киева будут. Слушайте, ну мне всегда вот... И я понимаю, почему-то... Мне внутренне так тяжело это сказать. Вот у меня был такой момент, когда у меня была командировка в Киев как раз за три недели до начала войны. И вот мы сидели с моими киевскими друзьями и обсуждали то, что там сообщает американская разведка. И мои друзья говорили, ну этого не может быть. Они не дойдут сюда. Там далеко, через болото идти, значит, там 200 километров. Я думаю, это совсем вообще недалеко. И потом я прилетаю в Нью-Йорк, значит, на всех телеканалах, меня сразу начинают спрашивать, ну а вот как? А вот будет война? А не будет войны? И я понимаю, что ну невероятно тяжело. Потому что я думаю об этих своих друзьях, которые сидят в кафе в Киеве, и которым кажется, что ну невозможно. Не может такого быть, чтобы это все разрушили. И хотя логически я понимаю, что, конечно, вся эта риторика, и в частности то, насколько важное место в воображении Владимира Путина занимает бомбардировки Белграда во время натовской кампании в связи с космосом. Понятно, что неизбежно было, что будут бомбить Киев. Но язык не поворачивается, это сказано. Это на самом деле вопрос о том, кто, собственно, творит историю в результате, кто является вот этим вот агентом, который меняет и привел нас в результате к этой войне. Я на своем личном опыте, когда я там недавно проходил российскую историю, как-то так пытался понять, что и как, почему, куда поворачивают, что для меня стало совершенно... Это мое субъективное мнение. Стало совершенно очевидным, что да, мне понятны все комплексы и фрустрации, которые российское общество накопило к концу 90-х годов за время Ельцинского правления, что весь этот багаж тяжелый, в том числе и имперский, это все мне очевидно. При этом мне точно так же очевидно, что это личная война Путина, что это лично его операция, личное его месть, если угодно, его эмоции, которые его движут, лично им, как человеком, и что стань кто-то другой во главе России, когда там в мае 2000-го года, то этой войны бы не было. Или с огромной вероятностью бы не было. То есть, и тогда, значит, ну хорошо, тогда мы можем все-таки общество за скобки вывести все-таки? Ну, я думаю, что мы ничего не можем вывести за скобки, но я хочу немножко продолжить эту мысль, потому что она продолжается и в другом, в обратном направлении. Потому что сейчас мы смотрим на разных страшных людей, которые дают на Путина и требуют, чтобы он еще сильнее воевал, но ни для кого из них эта война не является их войной. Это только его война. Они могут считать, что он недостаточно яро ее ведет, и это производит чудовищное впечатление. Ну да, продолжая вот, собственно, мою мысль, я не политолог. Я там примерно понимаю, но тем не менее, это не является сферой моих научных интересов. И мне становится очевидно, что вот просто свойства характера, личности конкретного человека определяют в итоге вот эту клею, в которую мы все оказались. Ну, я уверен, что скажи Путину в 2000 году, что он будет бомбить Киев, он бы сам, наверное, тогда не поверил бы. Но тем не менее, он такой человек внутри, что это стало возможным. Это вообще имеет право на существование? Такое объяснение истории. Ну да, роль личности в истории. В тоталитарных режимах. Ну конечно, они же все все равно разные, и то, насколько они разные, насколько они чудовищные, зависит от того, кто стоит во главе. Я думаю, что мы все равно не можем вынести общество за скобки. В другом обществе то, что проделал Путин, было бы невозможно. Та история, которую он так ловко, сам себе, конечно, не отдавая отчет своей собственной ловкости, как бы наложил на ощущения, на все эти рессентименты общества, история о чудовищных 90-х, о том, как разрушили великую страну, о том, как нам было всем стабильно и уютно в каком-то воображаемом прошлом. Эту историю нельзя было бы так легко втюхать к какому-то другому обществу. Обществу без такого опыта жизни при тоталитаризме. Если говорить про Путина и о том, что нас ждет, в принципе, дальше. Вот последняя ваша статья в Нью-Йорке, Кирилл, вы с ней спорите, с теми, там, довольно много аналитиков, которые говорят, я, честно говоря, принадлежу тоже к их числу. Ну, наверное. Хотя я считал, что им мобилизации не будет, что это невозможно. Которые говорят, что, ну, не применит Путин ядерное оружие, потому что, потому-то, потому-то и потому-то. Там много, много приводится аргументов, но из них главное, что это ему, удар по нему самому, который он не в состоянии будет преодолеть. Слишком опасно для него, для него самого, хотя есть и другие, и другие аргументы. И вы там тоже говорите про его тип личности, опираясь на исследование вот этого такого маниакального сознания. Я могу путать термины, но логика такая. И вот он, получается, что принадлежит тому же типу личности, как другие одержимые диктаторы и тираны, которые во имя неких целей готовы были идти по пути уничтожения мира и человечества. Ну, по сути, это сектанты, которые вооружены. Гитлер упоминается, кто-то еще. Меня вот что в этом смысле интересует. Когда и в какой момент Путин таким сектантом, фанатиком стал, если он действительно стал. Потому что мы помним этого Путина начала нулевых годов. Он просто прагматичный бюрократ, который подстраивается. Он никогда не был одержим большими идеями. Никогда у него как раз весь его смысл, его козырь, его платформа заключается в том, что у него нет идей. И вдруг оказалось, что он вот этот сектант-миллинарист-фанатик, который может бросить ядерную бомбу на мир. Ну, вообще, это дико интересный вопрос, когда это произошло. Я думаю, что произошло этот крутой поворот от неидеологичного режима в сторону идеологичного, режима, у которого все-таки в центре живет какая-то идеология, хоть и скомканная, и уродливая, но какая-то, да. Они обычно такие и есть. Понахватные отовсюду, это они потом по прошествии десятилетий выглядят какими-то более-менее связанными. А вообще, по свидетельствам очевидцев, и гитлеровская идеология тоже имела вот такой же скомканный и совершенно невнятный вид, да, Гитлеру бы, если бы сказали, что он будет уничтожать евреев, он тоже бы не поверил? Не знаю, да, я не достаточно... Ну, я думаю, что Путин всегда был антизападником и точно чудовищно переживал развал Советского Союза. Вот это мы точно знаем, что уже там, типа, в 94-м году его единственное такое вот большое публичное выступление, когда он был сереньким, никому неизвестным бюрократом, было, когда Ленард Мерин на какой-то конференции в Гамбурге сказал, назвал Советский Союз оккупантами, и Малекий Путин вдруг вскочил, значит, и громко, топая ботиночками, вышел из зала демонстративно, да, то есть это вообще какой-то такой был демарш со стороны человека, который был никому никогда не заметен. Понятно, что у него были большие личные переживания по этому поводу. Но вообще, я думаю, что поворот вот в сторону идеологичности произошел где-то между 12-м и 14-м годом, да. Он так испугался протестов, когда он возвращался в президентское кресло, и вообще, я думаю, он очень сильно переживал эти 4 года, пока у него как бы не было формальной власти. В смысле, когда Медведев был президентом. Когда Медведев был президентом, да. И я думаю, что у него было ощущение, что ему нужно как-то эту власть скомпоновать, как-то усилить, и вообще придать ей какую-то внятную форму. И поэтому выглядело это, конечно, тоже вот чем-то нарванным из разных мест, да, от антигейского закона до первой войны, до аннексации Крыма и первой войны с Украиной. Но на самом деле это же все одна история, да. Это вот какая-то история про то, какая мы великая держава, и как все чуждое нужно оторвнуть, как нужно вернуться вот в это воображаемое прошлое. Фанатики нерациональны, да, вы там пишете в этой статье, что они с нашей точки зрения нерациональны. Из своего-то, там, изнутри-то они вполне себе прагматично мыслят. Но все равно у меня это не укладывается в голове. Я вот сейчас антигейский закон, сейчас его новая версия, значит, лежит в Думе, сейчас будет принят сиквел того, который был принят тогда в 13-м году, когда вот, собственно, возможно, произошло превращение Путина в фанатика, визионера, который мыслит уже такими абсолютными категориями. И тогда, и сейчас я вижу абсолютно прагматичный, понятный смысл того, зачем принимался этот закон. И в 13-м году, и сейчас. Это политтехнология. Вбрасывают новую тему, которая является конфликтной в обществе, для того, чтобы отвлечь внимание от другого сюжета. Сюжет этот нам известен. Он одинаков, на самом деле, и в 13-м году, и сейчас. Путин проигрывает. Сейчас он проигрывает войну, поэтому появляется вторая итерация этого закона. Тогда он проигрывал болотному движению, по факту, которое было разгромлено, но ветер этот продолжал дуть ему в лицо со страшной силой. И политтехнологи кремлевские просто придумывают, чем отвлечь общество от того, что действительно их заботит, их обслугу Кремля. И так появляется этот закон. Ну, маньяки и фанатики не мыслят политтехнологическими категориями. Они должны в ней их находиться. Но я эту клею, эту логику точно вижу. Ну, я немножко сомневаюсь, во-первых, в этой клее, в этой логике, потому что мне кажется, что мы недооценим все-таки, сколько из этого происходит спонтанно именно по таким вот по привычкам тоталитарного общества, когда нужно все время бежать впереди паровоза и нужно все время доказывать свою верность каким-то магистральным идеям. Вот если если гомофобия это магистральная идея этого режима, то кто-то когда-то должен предложить еще более зверский закон или еще более идиотский закон. Поэтому у меня совершенно нет уверенности в том, что это диктуется сверху. И мы уже видели несколько таких всплесков, когда там они собирались отбирать детей из однополых семей. Значит, Милон убежал впереди Мизулина, и Мизулина бежала впереди Кремля. Не думаю, что это кто-то там организовывает для того, чтобы кого-то от чего-то отвлечь. Милонов-то, может, и бегает еще и сам по себе. А вот когда 400 депутатов вносят законопроект, там есть конкретный центр принятия решений, как говорится. Ну да. Но я хочу вернуться так вот к идее того, что Путин рационально-нерационально. Во-первых, ну то есть мне просто сама как бы сама концепция того, что он ведет себя нерационально, а это многие споры на Западе как раз идут вокруг вот этого. Ну нет, он же разумный человек, поэтому он не воспользуется ядерным оружием. Нет, он нерациональный, поэтому он воспользуется. А любой человек, ведущий себя нерационально, ведет себя рационально в какой-то системе координат. И вообще неплохо понять эту систему координат, вместо того, чтобы списывать его со счетов как ведущего себя нерационально. вот он явно существует в системе координат, в которой у него есть великая миссия, он обязательно должен выиграть эту войну любой ценой, пока это цена, которую платят в основном украинцы, но вообще говоря, он за ценой не постоит. И для России тоже. Это то, чего вообще не понимают на Западе. То есть наблюдают за этим в реальном времени, год за годом, месяц за месяцем, и все равно не могут понять, что совершенно ему все равно какую цену выплатит Россия. Это один из основных аргументов в пользу того, что Путин не воспользуется ядерным оружием. Еще один аргумент, что... Ну, в общем, да, они в основном крутятся вокруг этого, что он испугается еще более сильных санкций, что он испугается того, что оружие нельзя доставить надежно, значит, к границе Украины, или что его собьют, и она ударит по российской территории. Опять же, ему все равно, или ему почти все равно. Ему его собственное будущее не все равно? Ему его собственное будущее не все равно, но ему кажется, что он его себе обеспечил. И даже, в общем, мы теперь как-то очень хорошо понимаем, почему столько подземных этажей... То есть он считает, что он... Все равно... Вот я вижу этих сектантов, там, не знаю, большевиков, которые строили новый мир, разрушая мир... Я понимаю, что они верили в то, там, отложим в сторону, там, можем говорить про кровавость большевистского режима, там, Ленина конкретно или Троцкого, но это люди, которые верили в то, что они делают. Про Путина даже сейчас невозможно это сказать прямым текстом. Я совершенно не сомневаюсь в том, что он верит, что у него есть великая миссия, да? Она очень невнятна, но вообще про то, что вот он несет какой-то там крест, что это тяжелая работа, это для него не просто идея фикс, причем давняя, еще до 12-го года это было, для него это практически стало привычкой. Он же, если прислушаться, даже когда он мне позвонил, когда меня уволили журналы вокруг света, он сказал, что вот, значит, история была такая, что меня уволили за отказ послать корреспондента, когда Путин летел на дельтаплане со стерхами. Да, 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 да. А Путин, значит, позвонил и сказал, что вот хочет со мной это обсудить. Лично, да? Лично позвонил. Напомним про зрителей. Да, позвонил мне на мобильный телефон. Я, естественно, думаю, что это розыгрыш. Но действительно был самый настоящий Путин. И говорит, конечно же, в идеале такие вещи должны быть вне политики, но для человека в моем положении это невозможно. И вот это вот, это же почти такой вот тик для человека в моем положении. У него тяжелая работа, он несет эту ношу, он будет ее нести до конца жизни. Больше никто с этим не справится. Проблема в том, что вы мне послали в чем был конфликт? Конфликт был в том, что, значит, Путин попросил через русское географическое общество, чтобы журнал «Вокруг света» осветил его полет на дельтаплане со стенами. Да, это как в девятый год? Это нет, это уже двенадцатый год. Двенадцатый уже? Да. И мне позвонила издатель, попросила, значит, послать репортера, а я ей говорю, что, слушайте, ну это же плохо кончится. Ну вот как ни крути, это плохо кончится. Давайте не ввязываться. А он лично перезванивает. Да, а он лично перезванивает. Вот такие вот обстоятельства, и это просто ему в его положении. Вот мне пришлось, да. И вот, но просто, а я, значит, мне незадолго до этого вышла как раз биография Путина, поэтому мне пришлось для нее там прослушать все его на тот момент выступления. и вот тут мне стало понятно, что это не розыгрыш, потому что никто, так как Путин, не ввертывает вот этот вот оборот, да, о том, какая у него тяжелая работа, в каком он чудовищном оказался положении, и как ему приходится нести этот крест. Так что, на самом деле, у него это ощущение есть, его очень трудно назвать идеологией, или до поры до времени было трудно назвать идеологией, но вот это внутреннее инстинктивное ощущение того, что он делает что-то невероятно важное. Оно у всех у нас есть. У вас есть, у меня есть, у каждого есть. Ну, мы действительно делаем за то. Может быть, может быть, но вот это вот, вот это чувство, я его знаю, вот это, когда у меня особенное положение, я, вот, у меня есть что-то, что я делаю, что делает, что меня освобождает от каких-то там, не знаю, других обязанностей, или необходимости что-то делать. Я чем-то уникален в этом своем, ну, вот, того, что я несу в мир, если угодно. Ну, это же не значит, что я, я не превращаюсь в фанатика. Ну, хорошо, а если наложить на это 23 года у власти, а если наложить на это действительно представление о том, что у России есть какая-то цивилизационная миссия, а если наложить на это представление о том, что теперь ты еще и главный историк в стране, и все понял про то, как это должно быть устроено, вот, то тогда вот это вот внутреннее ощущение, которое действительно, я думаю, вы правы, есть у всех у нас в какой-то мере, да, оно разрастается до этих монструозных пропорций. У вас в книге один из героев Дугин. Он на слуху теперь все время, что, кстати, тоже некоторая неожиданность развития этой войны, потому что не то, чтобы мы часто думали про Дугина, честно скажу, а тут вот, пожалуйста, и эта история страшная, и Путин сам не разговаривает Дугинскими фразами, там, и так далее, хотя не могу сказать, что я специалист по Дугину, но Медведев уже, кажется, разговаривает, по крайней мере, ощущение такое. Вы это видите? Я это вижу, да. Ну, у меня был очень странный опыт, сбора материала о Дугине, потому что Дугин отказался со мной напрямую разговаривать и присылал ко мне посыльную, которая отвечала на вопросы, потом уходила, потом возвращалась, опять отвечала на вопросы. Немножко похоже на опыт написания книжки о Пусси Райд, когда нужно было через адвоката пересылать вопросы в колонию. У Дугина есть такая идея, формулировка, которая как раз у него появилась после начала первой войны, в Украине «Власть наша ничтожна, влияние наше безгранична». Или что-то в этом роде. Это, в общем, его главная амбиция. Вот это его миссия. И он с этой целью продуцирует много-много слов и фраз, которые можно действительно использовать в качестве такого риторического оружия. И Путин, конечно, их периодически тоже, вот он в 2014 году их точно надергивал и использовал и в крымской речи, и в каких-то еще выступлениях. Правда? Да. Для меня это... А теперь... А теперь вот... А теперь они, да, ушли в народ. Да, а теперь они пошли в народ через ближнее окружение, если угодно. Если Путин настолько опасен, если у него есть внутри вот этот стержень, который взрывоопасен для мира в целом, насколько верно действует сейчас Запад? Насколько верно действует... У меня впечатление, ну, после того, как вышли большие расследования, в Вашингтон-Пост был большой расследованием, как демократическая американская администрация Байденовская пыталась предотвратить эту войну. И вообще кажется, что они действуют очень последовательно, и в этом есть какой-то, ну, смысл и логика. Но, может быть, они что-то не понимают? Насколько верно, верно имеют дело вот с... 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 человеком, который на наших глазах превращается фанатикой, обладает ядерным оружием и развязал самую самую страшную войну в Европе после Второй мировой? Да, вот тут интересный же происходит, да, фокус с сознанием. Вот вы говорите, если Путин действительно настолько опасен, как будто мы не знаем, насколько он опасен, как будто вот это все не происходит на наших глазах, но вот это вот, то, что мы ко всему привыкаем, да, оно вылезает даже вот в этих оборотах. Я тоже их использую, да, потому что, потому что, конечно, он может быть еще опаснее. Но вообще говоря, он разрушил мир в том виде, в котором мы его знали, уже. Я думаю, что администрация Байдена сделала очень многое правильно, гораздо более правильно, чем все вообще предсчастливники, имевшие дело и с Путиным, и с предыдущими тоталитарными руководителями России и Советского Союза. Что тоже некоторая неожиданность, да? Мы же не ждали, наверное, этого от Байдена. Мы этого от Байдена совершенно не ждали. Я думаю, что они не понимали и до сих пор не вполне понимают очень важную вещь, а именно, что экономическое давление не имеет никакого значения. Там все-таки... Предыдущий Обама не понимал или Байден тоже не понимал? И Байден тоже не понимает. Там все равно внутри администрации бытует... Ну вот ходят... Никак они не могут избавиться от этих мифологем, о том, что вот если достаточно создать экономическое давление на Россию, то то ли не зызначит восстанут и массовые протесты каким-то образом с неизвестным науке способом сметут Путина, то ли произойдет дворцовый переворот, потому что элиты не хотят терять свои богатства и доступ к Западу. И то, и другое годами, значит, мы видим, что это не работает, что это не так, что это... что не затянут пояса, а в верхах там совершенно другая динамика. Если пирог становится меньше, то члены этой воображаемой элиты пытаются пробиться поближе к центру для того, чтобы им достался кусок побольше от этого уменьшающегося пирога. И никаких горизонтальных связей между ними не формируется, никакой солидарности. А кроме того, куда им деваться, если они по факту оказываются привязаны к Путину собственно, теми же самыми санкциями? Ну, именно, да. И, кажется, вот в американском воображении, воображении некоторых американских политиков, вот они как-то, значит, все между собой договорятся и сметут Путина, а потом повернутся лицом к Западу. Но, вообще говоря, это совсем, кажется, сказка. Не такая уж совсем невероятная сказка, как протесты, которые смели бы Путина, но, в общем, сказка. И вот это они пока еще не совсем понимают, что там шептать Путина на ухо, что мы совсем разрушим твою экономику, ну, это бесполезная какая-то история. Когда устанет Запад, но Америка, все равно Америка ведет эту кампанию, если угодно. Когда усталость эта будет нарастать, мы уже видим, с этого начали, что уже уже сошло со стороны газеты. Уже и по вопросам мы знаем, что не так беспокойно. Уже был этот вопрос возник в ходе промежу этих выборов, выборов они стоят ли вообще и так далее. Ну, пройдет еще полгода, год. Может ли Запад предложить вот этому Путину нынешнему сделку? Ну, Запад, конечно, может предложить Путину сделку. И Запад, и, в общем, голоса, требующие каких-то там переговоров, они слышны все громче и громче. То есть, пока это все равно совсем не главное, что мы слышим. И это, конечно, поразительно. То есть, то, что этот европейский и западный, и натовский консенсус держится уже столько месяцев, это тоже удивитель. Вот, например. конечно штука, но мне очень трудно себе представить, что он продержится всю зиму. Консенсус? Да. То есть, раскол неизбежен? Ну, я не говорю, что раскол неизбежен, я говорю, что вот я очень боюсь, что холодная европейская зима, республиканское большинство в Нижней Палате Конгресса. Хоть и хрупкая. А не важно, насколько она хрупкая, потому что, на самом деле, во-первых, она очень сплоченная, во-вторых, играть на этих изоляционных сантименах очень легко. Может быть, я ошибаюсь, может быть, там как-то все-таки какие-то отголоски холодной войны сослужат нам какую-то, значит, хорошую службу, этого не произойдет, но я просто очень этого опасаюсь. И так легко выглядеть разумным, рациональным, резонным человеком, когда ты говоришь, ну, давайте поможем Путину, значит, спасти лицо, хотя никаких признаков того, что он хочет спасти лицо или что у него есть лицо, как бы, неналичество. То есть мы находимся в опасной ситуации. Это тяжелые сейчас месяцы, и вот это ощущение, что весь мир дает отпор, оно на самом деле может оказаться ложным. Оно не ложное, оно хрупкое, да, вот этот консенсус очень хрупкий. Спасибо большое, Маша Гессен, в первом интервью в новой студии с разговором о том, что такое Путин, как получилось так, что Путин нас всех завел, и он ли один это сделал туда, где мы все оказались. Путин.